Узбекские автомобили Deo Nexia и Deo Matis признаны небезопасными и возить их в Казахстан запрещено. Санкции связаны с техническим регламентом Таможенного союза, согласно которому автомобиль должен быть укомплектован как минимум одной фронтальной подушкой безопасности, тормозной системой АБС, креплениями детских сидений, дневными ходовыми огнями и иммобилайзером. А эти популярные на отечественных дорогах марки машин ничего из вышеперечисленного не имеют. Вот и попали они под запрет. Несмотря на то, что они морально и технически устарели, среди алматинцев такие автомобили пользуются популярностью из-за сравнительной дешевизны. Запрещать, я думаю, смысла нет. Наоборот, надо как-то... Потому что Nexia, она машина дешевая, доступная простому народу. А дороговизна, так на вороты можно накрутить на миллиарды. Да, нормальная машина, экономичная, объем маленькая, ездить можно. Да пусть все ввозят. Пусть ввозят. Кому надо купить, кому не надо купить. А ну, говорят, нормальные машины. Сказать, сколько таких авто сейчас в мегаполисе, сложно, потому что при регистрации эти параметры не указываются. Сейчас автомобили без подушки безопасности и антиблокировочной тормозной системы продолжают выпускать в Узбекистане и России. Что касается не имеющих подушек безопасности автомобили «Лада» и «УАЗ», то для них поправки начнут работать только в следующем году, так как эти машины собраны на территории Таможенного союза. Тем временем вне закона оказались более 200 авто из Кыргызстана. 209 алматинских автолюбителей ездили на машины с киргизскими номерами по доверенности, либо у них отсутствовала таможенная декларация. Нарушителям было предложено законно зарегистрировать авто, но все они предпочли вывезти машины обратно в Киргизию. Так дешевле. 207 уже выдворены из территории Республики Казахстан. Водители этих автомобилей оштрафовали на общую сумму 2,5 миллиона в тенге. По остальным двум автомобилям материалы административных дел переданы в суд. Полицейские же отмечают, что владельцы, разъезжающие на авто с киргизскими номерами, чаще всех нарушают правила дорожного движения. Ведь штрафы им грозят только если поймаешь нарушителей на месте преступления. А видео и фотофиксации с регистраторов, установленных на дорогах мегаполиса, им не угрожает. Чем несознательные граждане и пользуются.